Итак, здравствуйте, коллеги. Ну, я надеюсь, будущее или вообще люди, интересующиеся наукой. Я сегодня хочу вам рассказать о таком замечательном изобретении, которое перевернуло весь мир. Этот год, как ни странно, все-таки хоть небольшой, но юбилейный. Ровно 60 лет назад, в мае, был представлен первый лазер. Если вы изучали, кто-нибудь из вас изучал курс физики, ну, я так погляжу, что большая часть, наверное, все-таки знакомы со школьным курсом физики, вы наверняка видели там различные оптические законы. Как выглядит тонкая линза, ход лучей в тонкой линзе, и различные другие оптические законы. Законы преломления, законы дисперсии. Все эти законы были открыты с помощью солнечного света. Но солнечный свет – это не всегда удобно. Сегодня солнце есть, завтра нет. Вот сегодня мы бы могли, например, провести с вами эксперимент по оптике, а вчера или там, скажем, в понедельник уже не сможем, потому что у нас небо затянуто облаками, и мы ничего не увидим. Итак, все законы оптики, которые были известны до примерно первой-трети XIX века, они все были открыты с помощью исключительно солнца. В середине XIX века было сделано замечательное изобретение, изобрели дугу, электрическую дугу. Этот источник света немножечко менее яркий, чем солнце, но он обладает тем преимуществом, что мы можем его разместить в лаборатории. И вот только в 1960 году появился такой инструмент, такой источник света, который существенно ярче солнца и который может помещаться у нас в лаборатории. Ну, что тут говорить? Вот, пожалуйста, я уже сейчас здесь пользуюсь лазером. Прошло всего лишь 60 лет, и эти лазеры сейчас практически везде. Трудно назвать какую-то отрасль, где лазера нет или которая не связана никак с лазером. Итак, лазер – это калька с английского языка, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. И перевести на русский язык можно как усиление света с помощью стимулированного излучения. Значит, любой лазер состоит из трех основных частей. Значит, для работы лазера нам необходима активная среда. Ну, слева вы видите схему лазера, справа вы видите действующий, так сказать, лазер. Активная среда может быть, в принципе, любой. Это могут быть молекулы газообразные, могут быть твердое тело, может быть жидкость, может быть вообще свободные электроны. Далее необходима нам накачка, то есть то, откуда мы берем энергию для того, чтобы у нас светился вот этот вот лазерный луч. Эту энергию можно взять тоже практически отовсюду, откуда угодно. Ну, чаще всего это либо свет, например, свет лампы вспышки, свет какого-то другого лазера или там свет светодиодов, как сейчас уже самый распространенный вариант. Либо это может быть какой-то электроразряд. Вот в лазере, который изображен с этой стороны, используется электрический разряд в качестве накачки. И то, что вы видите светящийся вот здесь, это не лазерный луч. Лазерный луч, если вы приглядитесь, виден там маленькой точечкой на экране. А на самом деле никакого лазерного излучения вот здесь, вот в этом месте нет. И, соответственно, третий необходимый компонент, который нам нужен для того, чтобы получился лазер, это резонатор. То, где мы храним временно энергию до тех пор, пока у нас не будет она высвечена полностью или пока мы не получим нужное излучение. Итак, какие шаги предприняли люди для того, чтобы создать лазер? Ну, во-первых, само явление, на котором работает лазер, то есть вынужденное излучение, было предсказано Эйнштейном в 1916 году. Если кто-то из вас помнит еще, что такое излучение абсолютного черного тела, ну, где мы можем с вами увидеть излучение абсолютного черного тела? Это излучение лампы накаливания. Ну, сейчас, наверное, их уже редко можно увидеть, разве что где-нибудь в автомобильных фарах. Потому что уже большая-большая редкость. Излучение Солнца тоже с достаточно высокой точностью является излучением абсолютно черного тела. Ученые долго пытались объяснить, почему у спектра излучения абсолютного черного тела, распределения энергии, плотности потока энергии по длинным волнам, такое странное распределение, колокообразное, и это колокообразное излучение зависит от температуры, то есть его пик смещается от температуры. Долго пытались объяснить, никак не могли, и вот в 1900 году Макс Планк предложил хорошее объяснение. Но для того, чтобы объяснить, ему пришлось сделать предположение, что свет абсолютно черного тела излучается и поглощается порциями, квантами. Эйнштейн сделал более далеко идущее предположение. Он предположил, что свет не только поглощается и спускается квантами, но и существует в виде квантов. И, соответственно, более того, при излучении и поглощении может возникать такой эффект, что пролетая вот эта порция света, квант, пролетая мимо возбужденного атома, может привести к тому, что этот атом излучает точно такой же квант, один в один, с тем же самым направлением, с той же самой энергией, точно такой же. Это явление было названо вынужденное излучение. Эйнштейн показал, что если ввести необходимость существования вынужденного излучения, то тогда все получается хорошо, красиво с формулой Планка. В 1927-1930 году Поль Дирек вывел это утверждение, исходя из основ квантовой механики, из первых принципов. В 1928 году, как видите, практически только сделали какие-то утверждения, тут же получили подтверждение экспериментальное. Это экспериментальное подтверждение показало, что вынужденное излучение, оно очень и очень слабенькое. Его практически невозможно разглядеть на фоне вот того сильного излучения люминесценции или излучения абсолютно черного тела. То есть вот как на предыдущей картинке, все обращали внимание на вот этот вот светящийся газ, а то, что там есть маленькая добавка вынужденного излучения, на это тяжело было что-то с ней сделать. Ну и считалось, что это как-то бесперспективно, неинтересно. Вплоть до 50-х годов. В принципе, в 50-х годах уже была предложена оптическая накачка и резонаторы, и практически все необходимое для лазера было уже предложено. Но основным толчком к лазеру послужило открытие в 54-м году создания мазера. То есть то же самое, что лазер, только первая буква М. Первая буква М означает microwave, то есть сверхвысокочастотное излучение. Эта установка работает так же, как лазер, только генерирует когерентное, очень мощное сверхвысокочастотное излучение. Применялось оно там в радарах. Сейчас активно применяется в качестве источника СВЧ-излучения для атомных часов. Ну, вообще, очень интересная вещь. В ней в качестве активной среды использовались атомы метана. Эти атомы метана просто физически отбирались, помещались в маленькую коробочку. В ней они некоторое время существовали и испускали, соответственно, вот эти свои кванты СВЧ-излучения. И эта коробочка являлась резонатором, в котором это излучение накапливалось. Соответственно, практически через, получается, 7 лет Мэйман показал, продемонстрировал первый работающий лазер на рубине. То есть это было где-то в мае. В октябре уже показали первый работающий лазер на смеси гелия с неоном, такой, как на предыдущем слайде. То есть вот после того, как показали в 1954 году мазер, началась фактически гонка за лазером. То есть люди поняли, что можно сделать на таком же принципе лазер, и быстрее, быстрее, быстрее побежали его делать. И вот Мэйман оказался чуть быстрее, чуть удачливый. У него лазер получился у первого. Значит, дали Нобелевскую премию за открытие лазера троим людям. Таунсу непосредственно, тому, кто сделал этот лазер, и также Прохорову и Васову. Это те люди, которые описали, что происходит в лазере, и как он вообще функционирует. Тут вы можете увидеть этих замечательных людей. В интернете полно фотографий. И вот это вот одна из них. Итак, как же работает лазер? Представлены две схемы. Левая схема типичная для лазеров химических, в которых источником энергии служит химическая реакция. Правая картинка характерна для твердотельных лазеров, которых сейчас практически подавляющее большинство. Итак, вертикальная ось отображает, это ось энергии, то есть энергия электронов, энергия непосредственно самих атомов. Если у нас нет никакого возбуждения внешнего, то атомы находятся все на основном уровне. В случае химической реакции, какие были атомы до этого, нас, в общем-то, не интересует. Они находятся где-то далеко, подготавливаются где-то далеко. После того, как произошла химическая реакция, или после того, как мы возбудили эти атомы с помощью света, с помощью электрического разряда, они находятся в каком-то верхнем энергетическом состоянии. Они не могут там долго находиться, они должны с этой энергией что-то сделать, куда-то ее передать. Они передают либо в кинетическую энергию при столкновении с другими молекулами, или могут ее высветить, или еще что-то с ней сделать. Если они потеряли некоторую часть энергии, они помещаются на метастабильный уровень. Метастабильный уровень на этом уровне атомы могут существовать относительно долго, вплоть до миллисекунд. Ну, миллисекунды – это сколько примерно? Кто знает. Что за это время успеет произойти? Ну, глаз моргнуть успеет? Нет, быстрее. Примерно в 10 раз быстрее. Может быть, даже и в 100. То есть это очень-очень маленькое время, но оно считается очень большим относительно времени жизни атомов. Потому что время существования на вот этих возбужденных энергетических уровнях существенно меньше. оно составляет где-то, ну, примерно от десятков до сотен фемтосекунд. Фемтосекунды, запомните, мы еще с вами встретимся с ними сегодня дальше в рассказе. Поэтому сразу же давайте узнаем, сколько это одна фемтосекунда. Мельче, гораздо мельче. Напомню, фемто – это сразу же идет после пика и нано и составляет 10 в минус 15. Если кто-то из вас обладает быстрыми математическими расчетами в голове, быстренько может перемножить одна фемтосекунда на 300 тысяч км в секунду и получится какие-то там сколько там, 3 микрона? Да? Нет? Со счетом уже все. Поздно уже все хотят спать. Получится примерно 3 микрона. Именно настолько переместится свет, самое быстрое, что только может быть на свете. свет успеет переместиться всего лишь на микрон за то время, пока у нас атом существует в верхнем энергетическом уровне. Пока свет сместился там на какие-то 3 микрона, после этого уже все. Здесь уже ни одного атома не остается. Они теряют свою энергию куда-то. А здесь они уже существуют существенно дольше. Одна тысячная секунда. Сколько там получается порядков? 12 порядков по времени. Очень-очень много. Поэтому называется уровень метастабильный. Соответственно, здесь у нас произошла химическая реакция. Образовались новые какие-то атомы-молекулы. И они остаются на каком-то метастабильном уровне. Но все мы помним, что у нас действует распределение Максфелла по скоростям, распределение Больцмана по энергиям. И эти самые атомы и молекулы стремятся все находиться в как можно более низкоэнергетическом состоянии. Они не хотят, чтобы у них было много энергии. Они думают, куда бы ее отдать быстрее, как можно быстрее, чтобы у них ее оставалось как можно меньше. Поэтому на основном уровне этих самых атомов и молекул существенно больше. Практически все они там. И если у нас вот здесь будет какое-то маленькое количество возбужденных атомов, а вот все остальные вот здесь внизу, то мы никакой генерации не увидим, никакого вынужденного излучения мы не увидим. Потому что то, что будет излучаться вот здесь вот так вот, оно точно так же будет поглощаться атомами отсюда, и они будут переходить сюда. И мы не увидим никакого вынужденного излучения. Энергия есть, она гуляет где-то внутри активной среды, но наружу не выходит. И такое часто встречается. Для того, чтобы прервать этот порочный круг, нам нужно каким-то образом сделать так, чтобы вот здесь вот атомов было существенно больше, чем вот здесь. В случае химической реакции это получается чисто механически. Произошла химическая реакция, продукты поместились сюда, некоторое время здесь пожили, и потом перешли на основной уровень, их удаляют из резонатора лазера. Просто чисто механически потоком, струей, это чаще всего какие-то лазерные красители, или химические лазеры, где продукты реакции просто удаляются под действием давления, воздуха или жидкости, неважно. В случае твердотельных лазеров, такой, как, например, первый лазер на рубине, так не получится. Поэтому лазерный переход, это переход между вот этими двумя подуровнями. Они оба достаточно долго могут существовать. Вот на этом уровне у нас мало атомов. Они чаще всего падают вниз. Здесь остаются редко. Большая часть находится вот здесь. И при определенном потоке энергии накачки у нас вот здесь оказывается достаточное количество атомов для того, чтобы мы увидели генерацию. Ну, можно посмотреть, как это примерно выглядит с помощью замечательной симуляции, которая... Замечательной симуляции университета Колорадо. Это образовательный проект университета Колорадо. Вот мы можем обратить внимание. У нас находится один атом. Когда он поглощает накачку, он переходит в верхнее энергетическое состояние. Мы это видим, как вот такой, соответственно, цвет, изменившийся у этого атома. Он некоторое время живет. Видите, если пролетает мимо, то ничего не происходит. Можем сделать так, чтобы у нас почаще атомы стреляли фотоны. Вот видите, иногда случается так, чтобы вылетать два одинаковых. Это означает, что мимо него, в тот момент, когда он был возбужден, пролетел точно такой же фотон. Видите, некоторые летят парами. То есть как раз показывает именно то, о чем я говорил. Вынужденное излучение. Ну, теперь, соответственно, посмотрим, как это выглядит. Ну, если мы добавим зеркала, обратите, что происходит. Те фотоны, которые летят не строго по оси, покидают резонатор. Именно для этого он нам и нужен. А те, которые летят строго вдоль оси, те остаются там достаточно долгое время, для того, чтобы у нас было конкурентное излучение. Ну, давайте посмотрим, когда у нас много атомов. Видите, сколько их тут. Прямо целая толпень. Давайте посветим снаружи. Обратите внимание, что происходит с уровнями. Здесь у нас огромное количество атомов в невозбужденном состоянии. И мы добиваемся такого, чтобы у нас здесь было меньше, чем вот здесь. Иногда, видите, это у нас возникает. Давайте уменьшим время жизни вот этого уровня 2. Смотрите, что происходит. Здесь практически ничего нет. Они все в основном либо здесь, но большинство вот здесь. Теперь, если мы добавим зеркала, мы с вами сможем увидеть непосредственно генерацию. Сейчас, сейчас она начнется. Сейчас, сейчас, сейчас. Поехали. Вот они начинают, уже начинают, начинают. Ну. Да. Все, ничего не видим. Если мы неправильно подобрали накачку, то мы, естественно, ничего не увидим. Вот, начинается уже поинтереснее. Дальше. Ну. Хорошо. Хорошо. Так. Хорошо. Ну, видимо, не увидим мы такого нормальной, красивой генерации, они вон улетают куда-то парами не туда, куда нам надо. Но, в принципе, наверное, примерно понятен сам процесс, что и как получается. В принципе, вот эту вот симуляцию вы спокойно можете скачать в интернете на сайте feth.colorado.edu. Там огромное количество симуляций, для некоторых из них требуется Java, они постепенно переводят ее на HTML5, поэтому, в принципе, все красиво, все замечательно. Итак, в принципе, как это работает, я надеюсь, более или менее понятно. Да? Нет? Ну, надеюсь, что поняли, потом у нас будет некоторое время для вопросов, если что-то будет потом непонятно, спросите. Ну, видите, сейчас, конечно, все взорвется, я так думаю. Ну, вот, да, примерно видно. Если мы сейчас сделаем одно зеркало чуть-чуть более прозрачным, вот у нас пошел поток излучений из лазера. Если совсем непрозрачно, то скоро там все будет грустно и печально. Особенно если вот так вот сделаем, то сейчас все. Ну, давай, 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 давай. Конечно. Нет, ну это же симуляция, мы можем делать все хуже. Все, лазер взорвался, какая красота. Так, соответственно, продолжим. Я надеюсь, что мы поняли, как работает лазер, и то, что там все взорвалось, это не просто так. Лазеры на самом деле могут сделать массу всех неприятных вещей. Я надеюсь, много из вас уже видело, как работают лазеры. Например, ну, помимо лазерных указок и всяких там лазерных приводов, видели, как режут металл лазером, как разрезают там дерево лазером. Ну, много чего. Сейчас это достаточно популярно. И в медицине используют лазеры много-много где. Ну, мы с вами поговорим про более интересные применения лазеров. Например, на данном слайде показано такое применение лазера, как лазерный гироскоп. Многие из вас, наверное, слышали, что такое обычный гироскоп. Здесь используется совсем никаких движущихся частей здесь совершенно нет. Здесь используется тот факт, что скорость света является константой. И в какой бы системе отчета мы не измеряли с вами скорость света, она все равно будет одной и той же С. На этом основан принцип действия лазерного гироскопа. Значит, здесь показаны одни из самых точных конструкций в мире. Вот это одна из самых старых конструкций. Она находится в... Ну, вот два из них находятся в Германии, один из них находится в Италии. Этот один из самых первых лазерных гироскопов. Он позволяет измерять повороты Земли такие, что чувствуют землетрясение на другом конце земного шара. Но этот гироскоп измеряет только поворот в одной плоскости, в той, в которой у него лежит вот этот вот самый квадрат. Вот этот гироскоп – это на самом деле прототип. Прототип, созданный в Италии. И вот этот гироскоп, он позволяет измерять вращение во всех трех, ну, относительно всех трех осей. То есть позволяет получить полную информацию о поворотах земной оси. Как они действуют? Вот если мы испустим свет в одну сторону и в другую сторону, и при этом совершим небольшой поворот, то свет, который шел вдоль поворота, пройдет меньше расстояния. Тот, который шел против поворота, пройдет больше расстояния. Но так как скорость одна и та же, то очевидно, что должна измениться частота, либо длина волны. Не суть важна. Это означает, что в точке приема, вот здесь вот, где она была, там она и осталась, мы увидим биение, связанное с тем, что частоты излучений, которые идут по кольцу и против, ну, под часовой стрелки и против часовой стрелки, эти частоты будут слегка отличаться. И чем больше поворот, тем больше площадь вот этого круга, по которому ходит свет туда и обратно, тем больше будет эта разница. Соответственно, конечно, с одной стороны, можно подумать, что если мы возьмем очень и очень и очень большую площадь вот этого самого круга, ну, на самом деле, неважно, там круг или не круг, треугольник или квадрат, то мы получим очень и очень большую точность. Но на самом деле, когда стали строить такие лазерные гироскопы, оказалось, что, ну, самый большой построен в Новой Зеландии, там длина, периметр составляет 39 метров, оказалось, что у него точность существенно ниже, чем у тех, которые стоят вот в той же самой Германии. Потому что на больших гироскопах уже сказываются другие ошибки из-за того, что трудно точно изготовить такой большой гироскоп, там возникают дополнительные ошибки, дополнительные погрешности. Ну вот, эти замечательные приборы, они на самом деле позволяют измерять очень маленькие повороты, но на том же самом принципе построены гироскопы, которые стоят в небольших вертолетах и самолетах. То есть вместо большого-большого ящика, где раскручивают до больших скоростей большую тяжелую болванку, ставят небольшую коробочку, в которой просто лучик лазера идет по кольцу в одну сторону и в другую сторону. И электроника считает, насколько был совершен поворот вдоль каждой из осей. Это достаточно дешево, и сейчас эти схемы достаточно точны. Ну вот, здесь показаны установки, так сказать, научного класса. Они позволяют получить гораздо более интересную информацию. Как я говорил, такую, как информацию о землетрясениях. То есть на конференциях, с которыми я взял этот слайд, была представлена прямо непосредственно запись сейсмографа землетрясения, как это выглядит, и точно такая же была наложена запись, полученные с биений вот этого инструмента. И вот этого инструмента, и вот этого инструмента. Оказалось, что они практически идентичны. Отклонения там были очень-очень маленькие. Это вот удивительно, но это так. Следующее очень важное применение – это оптические часы. Первые оптические часы были созданы в 1949 году. Ну, их точность была на самом деле не очень велика. И только благодаря появлению Мазера были созданы первые высокоточные оптические часы. Ну, оптические условно, потому что Мазер – это микроволновое излучение. Ну, там буквально еще через несколько лет, в начале 60-х, были уже созданы непосредственно оптические часы, в которых использовался оптический переход атомов цезия. Ну, я надеюсь, вы, наверное, тоже уже такие более-менее подкованные, знаете, что секунда в системе Си определена через количество сверхтонких переходов именно в атоме цезия. Это вот показаны оптические часы в сибирском отделении Рановного, в городе Новосибирске. Они были построены в 1971 году, насколько я помню. Ну, занимали, то есть человек поставлен для масштаба, как на предыдущем слайде тоже могли там увидеть людей для масштаба. Соответственно, целая комната, тут все, оборудование, 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 тут какие-то источники, что-то тут такое, все страшное, страшное, страшное. Но наука не стоит на месте, и практически через 30 лет эта установка была модернизирована, и она теперь занимает фактически вот один вот такой вот ящичек. Человек тот же самый, и лаборатория та же самая. Но теперь уже, обратите внимание, часы гораздо стали компактнее, существенно компактнее. Эти часы работают, опять же, с помощью фемтосекундного лазера. Он необходим для того, чтобы сформировать гребенку частот, по которым уже калибруется вся система. Там стоят, соответственно, высокоточные резонаторы, в которых находятся атомы цези, с которыми происходит сравнение того, что происходит в этой коробке. И они позволяют получить чрезвычайно высокоточные реперные точки частоты. Зачем-то надо? Казалось бы, да? Ну, во-первых, вся эта эпопея со сверхточными часами началась, как только люди захотели измерять расстояние, получить глобальную навигационную систему. Чтобы нам измерить расстояние с точностью, ну вот вам какое, какая точность расстояния желательна в нашем навигаторе? Сантиметры. 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 Отлично. Если вам необходимо узнать расстояние с точностью до сантиметров, это означает, что вы должны измерить время прихода сигнала от спутника к вам, с какой точностью? Сколько? Какая часть секунды? Ну, сантиметры. Если мы знаем, что за одну фемтосекунду свет проходит там 3 микрона, то тут, соответственно, чуть меньше наносекунд получится. Где-то примерно 6 порядков. Как раз чуть меньше наносекунд. То есть с такой точностью вы должны знать время. Время на всех спутниках должно быть синхронизировано, когда они посылают эти синхронизированные сигналы, по которым вы строите, триангулируете их местоположение и определяете свое собственное. Соответственно, эти часы на спутниках не должны отставать не больше, чем на наносекунду. А это очень и очень непросто оказывается. Более того, мы с вами должны помнить, что спутники летят высоко и быстро, а мы здесь на Земле. Соответственно, все эффекты общей и даже частной, даже общей теории относительности должны соблюдаться. Они реально соблюдаются. То есть частота следования импульсов на спутнике, она отличается от того, что мы ловим здесь. Их специально настраивают при старте так, чтобы она немножко там отставала у него, чтобы здесь мы видели именно то, что надо. Поэтому такие вот часы непосредственно на спутниках глобальной навигационной системы любой атомные часы есть, но они достаточно устаревшие старых поколений. Они не позволяют достичь точности, как вот здесь вот. фемтосекунд, там не получишь точности с хода часов. Пока это возможно только на Земле. Но вот последние лет где-то 15 активно идет работа над тем, чтобы сделать компактные, высокоточные атомные часы, которые можно поставить на спутник и узнать много нового о том, что происходит вокруг нас, как выглядит вот это вот гравитационное поле Земли, насколько точны наши модели общей теории относительности, что там происходит и как, какие эффекты надо учитывать. Это очень интересно, но запустить маленькие компактные атомные часы пока еще не удалось. Ну вот, может быть, китайцам, конечно, удастся, они вот, наверное, сейчас наиболее близки. Эта тема активно развивается, соответственно, в Америке, у нас, в Китае. Ну, в принципе, больше никому такие точные часы не нужны. Ну, насколько вот последние новости, они сейчас занимают размер примерно с чемодан. Высокоточные атомные часы занимают размер, ну, чуть больше чемодана. Это уже, в принципе, размер, который можно запихнуть в космос, запихнуть в спутник и отправить туда, в космос. Но пока они еще не переживают вот самого процесса старта, запуска. Тут есть еще над чем поработать. Ну, еще одно замечательное применение лазеров. Там дальше вот будет, конечно, я очень хотел, чтобы вы посмотрели, как это выглядит вживую, но, к сожалению, тут некоторые технические трудности, они не дадут нам увидеть, как это выглядит вживую. Значит, одна из актуальных проблем биологии вообще, в принципе, как функционирует мозг, как, например, функционирует запоминание, память. Для этого как действовали раньше люди? Брали мышь, обучали ее, потом убивали, мозг разрезали и анализировали, какое у них количество белков в определенных местах. И делали из этого выводы, что мышь запоминает такими-то белками или не такими-то белками, и вообще, как эти белки и препараты влияют на память мыши и то, что с ней происходит. Соответственно, возникает проблема. Мышей надо очень много. Они дорогие. Каждая мышь стоит там что-то под 50 тысяч рублей, и они, главное, живут мало, а если что-то там эксперимент пошел не так, опять мышь нужна новая. Вообще кошмар. Примерно в середине 90-х был придуман новый подход к этой проблеме. Ученые вырастили специально генетически модифицированных мышей, у которых к интересующим их белкам присоединены светящиеся белки-медузы. После этого, если этот белок вырабатывается, он начинает люминисцировать, светить, как у светлячков, если их возбуждать светом лазера. Таким мышам делают небольшую дырочку в черепе, вставляют туда оптический порт, и, значит, сюда дело сажают на цемент, и мышь себя чувствует вполне хорошо и замечательно. Живет, все нормально. Когда необходимо провести эксперимент, мыши, значит, к этому порту подсоединяют оптоволокно. Через это оптоволокно ее мозг освещают лазером. Если там вырабатывается этот белок, для которого была создана эта мышь, то мозг ее начинает светиться, люминисцировать под действием этого лазера. Этот свет собирает по оптоволокну, анализирует, сколько там, какое количество этого света, и, исходя из этого, можно уже сказать, сколько конкретно этого белка было выработано. Соответственно, мышь убивать не надо. Вот дальше был проведен видеоролик, где был показан непосредственно этот эксперимент. То есть мышь, она вполне живая, в спокойности, хорошо себя чувствует, и одновременно ей измеряют, сколько у нее количество этого белка выработалось в голове, в мозгу. Соответственно, можно проводить различные эксперименты над одной и той же мышью, не надо их там сто тысяч миллионов, достаточно несколько мышей, которых, как мы помним, особенно генетически модифицированных, очень тяжело сделать, очень тяжело за ними ухаживать, чтобы они были там живы, каждый очень дорого стоит. А тут с одной мышкой можно провести достаточно много экспериментов, посмотреть, как у нее влияет на память различные химические вещества, как она запоминает, ну, в общем, очень интересно. Ну, сейчас, на самом деле, есть еще более далеко идущие планы. Можно, например, правда, пока вот до млекопитающих не добрались, максимум, что можно сделать на рыбке. Если ей в, соответственно, мозг поместить определенные наночастицы и подать свет на эти наночастицы, то они будут открывать и закрывать ионные каналы в определенных местах, и рыбка начинает дрыгать хвостом под действием светолазера. Ну, я думаю, понятно, к чему это все идет, да? Да, мы научились. Ну, вот здесь мы должны были увидеть, как мышка живет, но, к сожалению, не видим. Итак, мы уже несколько раз слышали название фемтосекунды, и вот здесь мы наконец-то можем увидеть этот самый фемтосекундный лазер. Человека здесь, к сожалению, для размера нет, потому что, в принципе, лазер сам достаточно маленький. Ну, вот есть для примера монитор компьютера старый. Итак, вот розетки тоже видны. То есть этот лазер помещается на рабочем столе, на оптическом. Конкретно данная конструкция находится в Казанском физико-техническом институте, у нас в лаборатории высопротекающих молекулярных процессов. Это стандартный титан-сапфировый лазер. Таких лазеров огромное количество по миру. Просто огромное количество. Это основная рабочая лошадка. В качестве накачки используется излучение другого лазера. Вот это другой лазер. Второй, значит, это и-триалюминиевый гранат, допированный ионами неодима. И он уже накачивается с помощью белых светодиодов. Белые светодиоды находятся в блоке питания. Вот здесь внутри они не видны. Свет от них поступает по оптоволокну. Сюда здесь происходит генерация лазера. И потом происходит преобразование во вторую гармонику. И зеленый свет, вот здесь можно заметить маленький тоненький зелененький лучик, накачивает кристалл сапфира, допированного ионами титана. Соответственно, светят там ионы титана. Здесь есть дополнительные элементы. Вот одна призма, там еще другая призма. Здесь зеркала вогнутые, здесь зеркала плоские. Все это нужно для того, чтобы у нас генерировались очень и очень короткие импульсы. Непосредственно на данной конструкции, как видите, она достаточно простая, там ничего такого сверхсложного нет, спокойно генерируются импульсы длительностью 35 фемтосекунд. Ну, 35 фемтосекунд, мы там опять будем перемножать, 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 получим, что у нас там примерно 10 с небольшим микрон успевает пролететь свет, то есть в резонаторе существует плюшечка света толщиной примерно 10 микрон. Энергии в этом импульсе, этот лазер генерирует импульсы света с частотой 80 мегагерц, это связано с длиной резонатора. Одновременно в резонаторе может находиться только один лазерный импульс, поэтому у нас частота следования жестко связана с длиной резонатора. У нас длина резонатора примерно метр, это как раз соответствует примерно 80 мегагерцам. Соответственно, эта плюшечка света переносит энергию 10 минус 9 джоуля, ну там 5, наверное, 10 минус 9, не суть важна, нано-джоуль. Но так как за этот нано-джоуль прилетает за очень-очень короткое время, 35 мемтасекунд, пиковая энергия достигает 10 в 5 ватт. Пиковая интенсивность во время действия вот этой вот плюшечки света составляет 10 в 5 ватт, 10 киловатт. Нужно привести, я думаю, какую-то аналогию, чтобы было понятно, что это такое, что это хорошо, плохо, или вообще, что это, может, вообще никак. Итак, если мы подсветим мощным лазером куда-нибудь, скажем, на бумагу, на ютубе все видели, что это такое? Лазерные указки на бумагу, когда светят на ютубе, видели? Что происходит? Бумага загорается, что-то там огонь, да? Если мы возьмем и примерно такой же средней мощности посветим фемтосекундным лазером на бумагу, то мы не увидим никаких вот таких вот вгорений. Мы увидим маленькую дырочку. То есть взаимодействие света с веществом уже происходит существенно по-другому. Там, где все сперва оплавлялось, как-то разрушалось медленно, неторопливо, при действии фемтосекундного лазерного импульса происходит кардинальные изменения. Вещество просто выносит, грубо говоря, с этого места из-за того, что интенсивность очень и очень большая. Собственно говоря, где-нибудь так в годах в 70-х, в 70-х, даже в 60-х считалось, что невозможно достигнуть такой пиковой интенсивности. Она возможна только где-то в недрах звезд, а на лабораторном столе ее достичь невозможно. И вот в 80-е годы, когда были изобретены лазеры сверхкоротких импульсов, стало понятно, что на обычном простом лабораторном столе можно получить такие очень высокие интенсивности, но на очень короткое время. Этот лазер высокоэффективный. Для его охлаждения используется на элементах пельте, блок охлаждения здесь не виден, но он примерно такого же размера. Используется дистиллированная вода, вся система потребляет буквально где-то 300-350 ватт, мощность излучения на выходе здесь составляет 200 милливатт. То есть все вместе КПД составляет какие-то несколько десятых процентов, что очень-очень хорошо. Потому что если мы посмотрим вот здесь излучение накачки, вторая гармоника составляет 4 ватта, а первая гармоника еще больше. Это одна из основных проблем лазеров. Лазеры с высоким КПД, с очень высоким КПД, которые может достигать единиц процентов даже, были изобретены буквально в 90-е годы. В конце даже 90-х годов. До этого все остальные лазеры КПД их составляло десятые, сотые, тысячные процента. Очень и очень мало. Но с другой стороны, для исследовательских целей ничего не жалко. Перед этим в нашей лаборатории стоял несколько другой лазер. В качестве накачки использовался не твердотельный со светодиодами, а использовался газовый лазер, аргоновый. Он подключался к сети питания 380 вольт, потреблял 4 киловатта, охлаждался проточной водой, то есть у нас там стояли насосы, которые системы водоснабжения брали в воду, прогоняли ее по всему этому лазеру, чтобы там, не дай бог, ничего не случилось. Сейчас все гораздо компактнее и спокойнее. Прогресс достиг такой степени, что в принципе фемтосекундный лазер помещается сейчас на ладони. И он генерирует точно такие же очень интенсивные световые импульсы, очень и очень короткие. Ну, раз мы заговорили о высоких интенсивностях, наверное, нужно как-то рассказать о том, вообще, какие самые-самые мощные лазеры существуют. Вот здесь замечательная картинка приведена. По этой оси отложена пиковая мощность, то есть то, если мы возьмем энергию одного импульса и поделим ее на время, мы получим именно вот это. Здесь показана средняя мощность, то есть, грубо говоря, если мы поставим чайник и будем нагревать с помощью лазера воду, эта вода будет нагреваться так же вот, как значение, показанное вот здесь. То есть, если, ну, чайники обычные, сколько они киловатт потребляют? А? Ну, один, да, ну, два, ну, вот где-то вот примерно вот здесь. То есть, вот это вот чайник. все, что ниже, не чайник. Вот как видите, что-то вот как-то почему-то очень густо, столпотворение находится именно вот здесь вот. А вот здесь как-то очень мало. Если кто-то видит, здесь написаны различные медицинские применения, технические применения, вот это вот резать, колоть. Фемтосекундный лазер и вообще лазер, вы, наверное, слышали, как применяется в медицине. Все слышали, например, про коррекцию зрения. Если мы берем, скажем, операцию Лейсик, одна из самых популярных, значит, раньше срезали лоскут роговицы с помощью ножа и с помощью большого апертуры ультрафиолетового излучения испаряли определенные зоны роговой оболочки. С помощью фемтосекундного лазера, за счет того, что он по-другому взаимодействует с веществом, можно очень точно отрезать этот самый лоскут с помощью фемтосекундного лазера. Вот эти мощности, необходимые для того, чтобы что-то резать у человека, или не только у человека, а металл для корабля или дерево для каких-то поделок, эти мощности все лежат примерно вот здесь. Но для научных исследований это не очень интересно. Для научных исследований требуются более высокие пиковые мощности, но эти пиковые мощности практически невозможно получать на больших временах. Они получаются за счет того, что импульсы очень и очень короткие. Поэтому все основные исследовательские лазеры находятся примерно вот здесь. Самые мощные пиковые лазеры находятся вот здесь. Мы с вами сейчас посмотрим на одну из картин, как это выглядит. Пунктиром изображены те лазеры, которые проектируются сейчас. такими ромбиками те, которые уже вышли из эксплуатации. Соответственно, как видите, достаточно большое количество лазеров существует и работает. Лазеры, которые написаны вот здесь, state of the art lasers, это лазеры, которые помещаются в принципе в достаточно большом помещении. Вот в принципе вот в этой аудитории мы могли бы поместить лазер, который вот изображен кружками вот здесь. они очень мощные, у них высокая пиковая мощность и они могут применяться практически в огромном количестве применений, начиная от реально резки, хотя это не очень экономически выгодно, до каких-то более серьезных применений, высокоточные резки тканей или высокоточные исследования каких-то процессов. Итак, как же выглядят лазеры, которые находятся вот здесь и для чего они нужны? Ну, перед вами фотография такого вот, где находится строящийся лазер. Он будет самым мощным лазером в России 10 лет назад, когда, собственно, я впервые познакомился с этим проектом, это было на конференции Иконы ЛАД, где люди рассказывали, что вот, мы, соответственно, собираемся делать эту лазерную систему. В прошлом году там установили вот такую камеру, где будет происходить все самое интересное. Что же будет там происходить? Внутри этой камеры будет располагаться маленькая капсула, примерно вот такого размера, 3 миллиметра в диаметре. Диетерий-тритивый лед, покрытый маленькой пластиковой оболочкой, и, соответственно, через вот эти большие порты туда будет фокусироваться излучение чрезвычайно высокой пиковой мощности, такое, чтобы зажечь в этом диетерий-тритивом льде, или льду, в диетерий-тритивом льду зажечь ядерную реакцию. Соответственно, американцы, они первые создали подобный лазер, он называется National Ignition Facility, я бы вам, конечно, с удовольствием показал его фотографии, но лаборатория Лоуренса, она не хочет, чтобы с российских IP туда заходили, и все российские IP там заблокированы. Вы, конечно, можете туда зайти через ТОР, лазер с LLNL.gov, но там много интересных, замечательные фотографии, как это все выглядит, и следует заметить, что американцы, они были пионерами в создании сверхмощных лазеров. То есть, как только Таунс изобрел лазер, соответственно, люди сразу же стали интересоваться, они взяли увеличить его мощность, так, чтобы как в «Звездных войнах» это пиу-пиу, и все, корабль противника потом. В это вкладывались большие деньги, американцы были пионерами с точки зрения построения больших лазеров, и самый их большой успех это National Ignition Facility, который начали строить в конце 80-х, и начал он полноценно функционировать где-то в 99-м году. В 2003-м появились первые результаты его работы. Вот в 2013-м году они опубликовали результат, что им, скорее всего, удалось запустить ядерную реакцию с помощью лазерного света в детей-ретритетном льде. Но оказалось, что это не очень интересно пока на данный момент, и американцы утратили интерес к высокомощным лазерам. Сейчас все установки высокомощных лазеров строятся либо в Европе, это Германия, Франция, Чехия, Италия, Россия, где, соответственно, в Сарове и в Нижнем Новгороде в институте прикладной физики Иран этим занимаются очень и очень давно, и Китай. Япония, Корея тоже строят, но у них там немножко меньше установки. Итак, энергия пиковая этих лазеров, которые занимают огромные масштабы, огромные объемы, настолько велика, что они позволяют вырвать электроны из атомов и разогнать их до субсветовых скоростей. Фактически за последние где-то 25 лет развилось целое направление. Вместо ускорителей использовать высокомощные лазерные пучки, то есть ускорять частицы не магнитным полем, не электрическим полем, как раньше, а с помощью лазерного света. Для этого оказывается достаточно не очень больших лазерных систем, а вот такие большие требуются для того, чтобы проникнуть глубже в вещество, чтобы запустить ядерную реакцию, чтобы ядра начали сливаться. Для этого требуется существенно большие мощности. Ну, National VNF сейчас используется в частности для того, чтобы проводить какие-то эксперименты с высокими мощностями этих лазеров. В принципе, достаточно интересно. Но если с одной стороны можно получить поток каких-то высокоэнергетических частиц с помощью лазера, то можно сделать и наоборот. С помощью электронов, разогранных до субсветовых скоростей, получить лазерные импульсы. Так работают лазеры на свободных электронах. Чем привлекают ученых лазеры на свободных электронах? Вот здесь вы видите как бы конечную станцию этого лазера на свободных электронах. То, что вы видите синий луч, это на самом деле свечение азота в воздухе. Потому что этот лазер, который сфотографирован здесь, генерирует жесткое рентгеновское излучение, которое невозможно сгенерировать никаким другим способом, только с помощью этого лазера на свободных электронах. В качестве активной среды там используются непосредственно электроны. Они ускоряются, летят с большой скоростью, и в определенный момент их траектория становится синусообразной, ну или волнообразной, как вам нравится. Изменяя форму этой самой синусоиды, изменяя частоту следования этих самых пучков электронов по этой траектории, мы можем получить генерацию любой длинной волны, которая позволяет собрать эти самые магниты, которые изменяют траекторию электронов. Соответственно, для этих лазеров, для них даже не нужно резонатора, потому что как вы иначе остановите рентгеновское излучение? Его невозможно остановить. Рентген просвечивает все. Вы, наверное, видели, когда делали рентгеновский снимок, что он просвечивает все. И это мягкий рентген, у которого длина волны составляет несколько ангстрем. Здесь минимальная длина волны составляет 0,05 а 0,5 ангстрема. И даже следующее усовершенство не будет до 0,05 ангстрема. То есть невозможно создать такое зеркало, которое бы работало на такой длине волны. А лазер, пожалуйста, может существовать за счет того, что происходит излучение именно непосредственно на самих электронах. Для этого их сперва ускоряют, потом изменяют их траекторию, и вот на самих загибах эти электроны начинают излучать фотоны. Очень высокоэнергетически. Соответственно, размер этого лазера тоже циклопический. Он находится, естественно, под землей, между двумя немецкими городами. Называется он европейский лазер на свободных электронах рентгенского диапазона European XFL. Этот лазер создан в коллаборации. Большую часть вкладывает туда, конечно же, Германия, поэтому на ее территории построен. Но второй вклад это вклад России, потому что третий вклад это Франция и Италия. Остальные страны уже существенно меньше. Вот здесь происходит генерация этих самых электронов, пушка, которых генерирует и ускоряет. Это ускорительный тоннель, линейный ускоритель. Он просто прямой, для того, чтобы не было никаких заворотов и потерь энергии. Соответственно, вот здесь начинается, располагаются эти самые андуляторы или виглеры, которые изменяют траекторию электронов. И, соответственно, вот здесь находятся уже приемные станции. Длина туннеля составляет примерно 4 километра. В принципе, на сайте европейского этого лазера можно посмотреть там замечательные 3D-туры, замечательные фотографии есть. В принципе, наверное, я думаю, можно еще рассказывать очень и очень много о том, что такое лазеры, как где они применяются и вообще много всякого интересного. Но я думаю, что в принципе можно уже закруглиться и если у вас возникли какие-то интересные вопросы, задавайте, спрашивайте. Есть вопросы? Возникли? Давай. А вот вы говорите о мышке. Да. 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 Вот они как-то чувствуют, они как-то как-то странно. Мышки? Ну, мышки, они вообще тупые. Ну, реально тупые. Вот крыски, они, да, поинтереснее. Но они, в принципе, самое неприятное это то, что они видят свет с закрытыми глазами. Это самое для них неприятное, потому что остальное это все им ерунда. Они, если говорить о мышах, они там вообще друг дружку жрут только так. И вообще тупые, как не знаю, что там с ними целая возня большая. с крысами конечно все поинтереснее. Они уже очень умные и в принципе они узнают экспериментатора только так. Но вот проблема то, что когда у нее в голове светит достаточно сильное излучение зеленое или там скажем синие, они его в принципе видят глазами. То есть они закрывают глаза и видят, что что-то синим все светит перед глазами. Это, наверное, не очень приятно для них. Но как-то я думаю гораздо лучше, чем резать мышей и строить по трем, по пяти точкам какая у них там была концентрация белка, когда они запомнили лабиринт. Так что как-то вот так. Как это модель с шпудней про мышей? А? Что это экспериментально модели с шпудней для этого? Ну, тяжело их сделать. То есть если мышь требуется непростая генетически модифицированная, чтобы у нее к белкам те, которые нас интересуют, были прикреплены белки люминисцирующие. Поэтому генетически модифицированная мышь это вообще очень дорогое удовольствие. Очень дорогое удовольствие. Я говорю, одна мышь стоит 50-70 тысяч рублей. Одна мышка вот такая. И с ней мороки и ого-го сколько. Ну вот, в принципе, в университете, в МГУ этим делом занимаются. Я прям лично видел. Они там в отдельной комнатенке мышки, у которых из-за лба торчат эти оптоволокна. Они там что-то там делают. Все нормально, спокойно живут. Стол, на котором все это происходит, эксперименты, тоже обычный мглата, таком на лазер. Да, российский. Какие преференции для этого соседей? Больше времени на исследование. А в основном какие исследования работают? Этот лазер позволяет нам изучать, что происходит с атомами и молекулами. То есть, длительность импульсов этого лазера составляет примерно меньше 100 фемтасекунд. Длина волны составляет какие-то сотые доли ангстрема. Это означает, что вот с таким разрешением сотни фемтасекунд по времени и ангстремы по расстоянию мы можем с вами изучать вещество. То есть, на этом лазере мы с вами можем посмотреть, просто тупо посмотреть ход химической реакции, как изменяется молекула в режиме реального времени. Это на самом деле очень интересно. Вот вы видели, такие замечательные схемы там были нарисованы и метастабильные уровни, что там вот время жизни. А как это на самом деле выглядит? Как поглощается свет одним единственным атомом? Это было не очень понятно. Вот на лазерах примерно такого класса в принципе стали получать непосредственно грубо говоря картинки, как это выглядит непосредственно в процессе. Более того, я не стал упоминать еще об одном очень интересном классе лазеров, это аттосекундные лазеры. Но, к сожалению, первый аттосекундный лазер был изобретен в 99-м году и до сих пор этих установок всего, по-моему, 5 в мире. Потому что это оказалось чрезвычайно сложной проблемой сгенерировать импульс света еще короче, чем фемтосекунды. Там используют вообще чрезвычайно такое интересное явление квантовое, как туннелирование электрона из атома. А внешним лазерным полем просто изменяет вот эту самую потенциальную яму. Электрон тогда туннелирует и генерирует атосекундный импульс. Но с ним потом что-то делать, экспериментировать очень и очень и очень тяжело. А здесь, в принципе, все достаточно просто. Конечно, разрешение по времени не очень высокое, но зато по пространству соты ангстрема просто лучше нет. И такие установки, они часто применяются не только для таких какого-то жесткого рентгена, но и наоборот для очень и очень длинных волн. Получить лазер с длиной волной 20 микрон или, скажем, 200 микрон практически нереально. Нет таких сред, которые бы усиливали такое излучение. А здесь можно без проблем. Лазер на свободных электронах, который стоит в сибирском отделении в Новосибирске, там, например, были получены такие замечательные результаты. Например, если мы возьмем молекулу ДНК, ну, представляете себе длину молекулы ДНК, она может достигать несколько метров. Одна единственная молекула. Если мы на нее посветим излучением обычного лазера, то эта молекула просто рвется. Часть ее начинает трястись и рвется. Если мы посветим лазером на свободных электронах, длина волны которого составляет там 100 с небольшим микрон, то вся эта молекула оторвается от поверхности и начинает просто, ну, летать в воздухе. За счет своей кинетической энергии, которую она получает от лазера. Интересный результат. Молекула остается целой. Ей можно как-то манипулировать. Интересно. Но наука только таким и занимается интересным. То есть лазеры эти на самом деле очень интересные, универсальные. Их можно применять для изучения, но в первую очередь структуры вещества. Вот это как бы их основная цель. Структура вещества, что там происходит. Еще вопросы? Все. Ну, я надеюсь, у вас появилось какое-то общее представление о том, что такое лазеры. Посмотреть их живьем в принципе вполне реально. У нас в Казани несколько фемтосекундных установок. Находится одна здесь в университете, одна находится в Казанском физико-техническом институте на Пионерской, и одна лазерная установка фемтосекундная находится в КАИ, в восьмом корпусе там Гринтона, Ачетаева. У нас в Казани есть достаточно большое количество технологических высокомощных лазеров. Это КАИ-лазер, который находится рядом с 22-м заводом. Там делают замечательные вещи. Режут, сверлют, пилют лазером, наплавляют лазером. Что только не делают лазером. Все лазером. Это вот, если кто знает, где остановка Караваева. А экскурсии проводят? В принципе, да. Вы школьник или кто? Студент. Ну, студентам, наверное, проще. Да, студентам там даже можно какую-то работу предложить. А школьникам, в принципе, да, регулярно проводят экскурсии. И вот гню науки наверняка будет что-то такое приуроченное. Поэтому с точки зрения лазеров у нас в Казани много чего и всякого интересного, что можно посмотреть. Ну, разве что лазеров на свободных электронах у нас нет. А так, в принципе, и лазерные гироскопы на авиационных предприятиях и все остальное тоже интересное. Благодарю за внимание. Буду рад, если у вас один какой-то интерес к науке, к лазерам. Спасибо.